Коллектор с дипломом. В скором времени появится на профессиональном рынке. В вузах России будут пересмотрены обучающие программы и уже в 2020-х годах выпустят первых специалистов по коллекторской деятельности. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Хотят запретить снижать баллы по ЕГЭ после апелляции. С такой инициативой выступили сотрудники Министерства образования и науки России. Это нововведение объясняется тем, что выпускники, боясь понижения оценки, отказываются обращаться за пересмотром итогов экзамена. К апелляционной комиссии выпускники обращаются за защитой своих прав, но не всегда получают желаемое, а иногда и вообще результаты экзамена снижают. По мнению общественников, которые поддерживают инициативу Министерства образования, придраться и снизить оценку за ЕГЭ комиссия может за что угодно. Отменить срок давности за педофилию предложили депутаты Государственной Думы. Закон и проект предусматривают поправки в две статьи Уголовного кодекса. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от отбывания наказания в связи с отсечением срока давности. По мнению авторов, такие поправки усилят защиту детей от преступлений против половой неприкосновенности. Сейчас срок давности за эти преступления составляет два года. Иногда судебные разбирательства длятся так долго, что по действующему законодательству истекает срок давности. И даже если вина преступника доказана, его вынуждены отпускать. В России появится новая профессия – коллектор. Взысканию долгов будут обучать вузы страны в 2017-2018 годах. Впервые выпускники с записью в дипломе специалист по коллекторской деятельности появятся в 2020 году. Проект уже находится на рассмотрении в Минюсте, а инициатива его создания принадлежит нескольким крупным коллекторским компаниям, которые таким образом хотят очистить рынок от услуг черных игроков, поскольку последние используют незаконные методы выбивания долгов.